Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Михаил Судаков. На этом канале я реагирую на кип-поп. Обычно реагирую, но иногда хочется записать какое-нибудь другое видео, которое не связано с реакциями непосредственно. У меня иногда бывают стримы, последний был слишком давно, поэтому надо будет постараться в ближайшее время его провести. У меня иногда бывают такие рассуждения на тему, обзоры всяких шоу и так далее. Но чего у меня не было, так это распаковок альбомов кип-поповских. Я давно собирался, я пока не очень представляю, как этот формат вообще будет выглядеть. Может быть, это будет какое-то трехминутное видео или пятиминутное, ну хорошо, с вступлением, наверное, побольше. Может быть, это что-то будет подлиннее, вот. Я попробую сейчас, а там посмотрим, вы напишите наверняка в комментариях, что хорошо, что не очень, что катит, что не катит. Начну я, пожалуй, с альбома Fancy You, альбом Twice, который вышел в каком у нас году, 2019, да, все правильно. Довольно-таки популярный альбом, продался он тиражом в Корее, только 480 копейкам, 1000 экземпляров, еще в Японии 120 тысяч. В общем, на тот момент был из мини-альбомов один из самых популярных, не самый, но один из самых популярных. Вот Васька, вы знаете, выходит как у других групп, и альбомы полноценные, в которых много песен, там, условно говоря, 10+. А мини-альбомы, которые сейчас состоят из там 3-4-5-6 песен, и синглы, в которых обычно 1-2 песни максимум, иногда вообще одна, и, может быть, ее какие-то вариации на инструментальный, к примеру, так. Вот, в общем, это у нас даже по счету получается 1-2-3-4-5-6-7, седьмой мини-альбом. В принципе, Твайс очень плодовитая группа, вы наверняка знаете, и история этого альбома, собственно говоря, вот он. Я буду показывать распаковку еще и на специальной камере, которая у меня стоит сверху. На самом деле, это просто iPad, который вот с помощью хитрого монтажа, на самом деле, максимально простого, это дело будет снимать. Вот, и я его даже, наверное, сразу сюда положу, и вот здесь будет более-менее видно, я надеюсь. Вот, я с девушкой был в Лондоне, как давно это было, и мы зашли в какой-то магазин, в котором была и корейская еда, и всякая корейская. И мы там увидели альбом Твайс, я увидел. Я сказал, ой, ничего себе, это же потрясающе, даже девушку увидел, уже не помню. И он стоил относительно недорого, я его, разумеется, сразу же решил купить, потому что как раз вышла Fancy в то время песня, она мне дико понравилась. Это, в принципе, одна из самых любимых мне песен Твайс. В общем, тут было сложно удержаться. Я его, разумеется, уже распаковал, поэтому здесь скорее буду не столько распаковывать, сколько демонстрировать содержимое. Потому что людей, которые с кип-попом не знакомы и не представляют, как выглядит этот альбом, как, в принципе, выглядит альбом и кип-поповский, они, честно говоря, при взгляде на них удивляются и думают, что это что, это книга, альбом? Нет, это, разумеется, в смысле альбом, который артовский, да, с артом. Нет, это, разумеется, и это тоже, но, в первую очередь, это все-таки музыкальное произведение. Там есть диск внутри, просто он далеко заныкан, и в первую очередь нужен людям не диск, а все, что его сопровождает. Вот, поэтому, ну, кто привык покупать диски, просто вот, грубо говоря, CD или там DVD, не важно, что сейчас, сейчас вообще все в цифре, да, и буквально там буклетик какой-то, тут немного другой экспириенс. В общем, этот альбом на Амазоне стоит от 30 до 45 долларов, в зависимости от комплектации, вариаций и так далее. Там где-то можно, по-моему, все карточки с девчонками, там, опять же, по-разному. Есть варианты, когда вы покупаете и не знаете, какие, к примеру, карточки будут внутри. Допустим, вы предпочитаете, чтобы была ваша BIOS, а на самом деле может попасться кто-то еще. Спойлер, у меня примерно так случилось, но это не страшно совершенно. Можно купить в более полной комплектации, и тогда оно будет стоить просто подороже. Вот, я, в принципе, хотел поддержать группу TWICE, как, в принципе, и многие группы другие. У меня уже штук 10, наверное, этих альбомов, хотя я, конечно, не рекордсмен ни одним местом. Наверняка следим моих слушателей, полно людей, которые прям вот коллекционируют, у них все полки забиты этим делом. Вот, ладно, давайте, чтобы долго не затягивать, вот сейчас я переключу камеру, и у нас будет этот самый альбом. Вот он, альбом Fancy, такой он замечательный, красивый. Здесь у нас арт с девчонками со всеми, и написано Fancy. Ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю, вот, девчонки выглядят, как всегда, прекрасно, не всегда так выглядят, на самом деле. И с обратной стороны, посмотрите, еще раз, две черно-белые картинки. В общем, этого арта многого даже не было в интернете, наверняка уже сканировали, и наверняка уже он есть. Тем не менее, вот так мы его распаковываем. Кстати, не обращайте внимания на эти точки, это просто поврежденная поверхность стола, не пойми чем, на самом деле. Вот, ну, то есть, это такая суперобложка у нас, изнутри она, кстати, забавная, такая розовая. Вот, и еще раз, эта же картинка, но уже чуть поярче, на мой взгляд, по крайней мере. Можно смотреть, что там внутри. Так, это, а, интересно. Ключение, как будто здесь что-то должно быть, но кажется, он тут ничего нет. Я туда-нибудь заглядываю, чтобы ничего не повредить. Такой розовый цвет, яростный. Здесь опять, тут, в общем, сами понимаете, будет очень много арта, будет очень много изображений девчонок, они вот такие будут, всякие будут, всякие они будут, всякие разные. И, да, смотрите, какая ля попа. Хи-хи-хи. Так, тут много страниц, поэтому потерпите. Но сразу же с наем начинаем. Видимо, дальше будут фотографии наем. Да, совершенно верно. Все черно-белое, такое стильное. Ого, пошел цвет. Забавно, что ее поставили первой, и что именно у нее первый случился соло-дебют. Вот, поздравляем ее. Че, не он? Замечает, тут, на кае-то грустенькое, честно говоря. Че, не он, че такая грустенькая? Опять же, вот еще она, еще она. Вот она цветная, и уже не такая грустенькая. Так, и на хэд. Ага, понятно. И здесь, разумеется, есть список, видимо, песен. Да, ну, фанти, понятно. Здесь информация про песню. Правда, на розовом фоне. Не, мелкий-мелкий-мелкий шрифт, хрен, разберешь, по большому счету. Так, ладно, продолжаем. Дальше. Эту песню тоже помню, по-моему. Мома! Она уже повеселее, чем что-нибудь. Ну, и замечательно. Еще немножко Мома. Куски Мома. Черно-белое Мома и цветная Мома. Girls Like Girls Like Us. Тут у меня, кстати, очень классный цвет волос. Это я помню. Выглядит шикарно. Саночка, моя вторая без в группе. Они тут черно-белые к фотографии. Они какие-то все-таки серьезные, с ума сойти. Вот. Она еще раз. Ну да, здесь, видите, песенки закончились. Потому что, судя по всему, альбом не очень большой. Поэтому пошли только фотографии. Джи Хио. Интересно, в какой последовательности решили расставлять девочек. То есть, ну, сколько джи Хио у нас вроде как группы считается главной. Она почему-то не первая. Первая именно... Наём. Пошла мина. Мина здесь 5 к это грустно. У нас самые грустные тут мина, на самом деле. И чё, не он. Такое ощущение, как будто на... Не помню, на момент фэнси у мины уже были какие-то проблемы с... Депрессией, с самочувствием, с менталочкой и так далее. Вроде бы, по-моему, были. Но не до конца уверен. Вот. Наконец, Дахён. Здесь, на мой взгляд, не самый удачный ракурс. Хотя, в принципе, нормально. Из-за этого ракурса ощущение, как будто у него немножко глаз один косить. Хотя это, разумеется, не так. Но, тем не менее, красотка. Без вопросов. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Дахён, как всегда. Дахён, как всегда очаровательный и бесподобный. О, да. Вот эти золотые, золото-жёлтые волосы. Да, ей дико идут. Надо, чтобы она ещё раз покрасилась. А нет, всё-таки вот ещё одна песня. Хат. Хат. А хат это какая, напомните? Сейчас я посмотрю. Ну, да, я её особо не слышал. Если это не так, хат, которая у Андер Гиллс, а это не она, скорее всего. Чаём. О, чаём. У неё проблем вообще никаких нет. Она весёлая, жизнерадостная. Всё у неё прекрасно. Да. А, давайте я пролистаю, а потом покажу, что здесь ещё было. Сделаем пока вот так. Здесь он уже посерьёзнее. А здесь она опять весёлая. Turnin' Up. Ещё одно название песни. The You. Для пота. Нет, у неё тоже нет никаких проблем. О, здесь она опять грустная. Посмотрите. Какой грустный котёнок. Краул. Strawberry. Я что-то не очень помню, сколько песен в Fancy You. Потому что оно по количеству приближается к нормальному полноформатному альбому. А, нет, в принципе, всё на этом закончилось. Ровно шесть штук. Так что да, всё честно. The You. Не зря лица группы. Пошли совместные фотографии. Опять же, некоторые из них в интернете есть в нормальном качестве. Некоторых нет. И хотите им полюбоваться, любуйтесь, купи себе альбом. Девочки здесь, как всегда, очаровашки. Полные, абсолютные. О. Тут у нас наём с бокалом. Снова наём. И ягоды всякие разные. Интересное сочетание. Ага, чунём. Интересно её разбили на две части. Не очень понятно, зачем, честно говоря. Почему на весь... Я понял, почему её не разбили на весь разворот, чтобы на пополам лицо не перерезать. Окей, разумное решение. Ну, вот так и раз да лучше. Это, по-моему, мандарины, судя по всему. Мома. Привет, Мома. Мома, это у нас персик? Интересно. Я бы даже сказал персики. Так, с кем у нас будет ассироваться сана? А, а сана у нас будет ассироваться с розочками. Причём с розовыми и с белыми. Что любопытно. Джихио. Джихио у нас виноград. Потрясающе. Так, мне теперь стало интересно, а кто же у нас тогда наём? Всё-таки. Я не очень узнаю эту ягоду. Если это, конечно, не помидоры. Хотя, может, это и помидоры. Если это помидор, то это очень забавно. У нас помидор, потрясающе. Мина. Амина у нас... Ого, мин у нас. Тут драгоценский кит, или... Я даже не знаю, что это такое. Это беленький. Первомутр. Смотрите. Такая. Дахион, типа задумчивая. Потрясающе. И вот она снова. А Дахион у нас... Что это такое? Это у нас пистолет, который стреляет лимонной кислотой. Или что это такое? Или просто водяной пистолет. Это лимон. Ну, не очень похоже, конечно, что она лимон. Откровенно. Чаём? Чаём у нас клубничка? Ну, почему бы и нет? И, наконец, за июль. Это у нас, опять же, какой-то цветок, который я не очень угадываю на скидку. Напишите в комментариях, что это за цветок такой. И в конце опять общая фотография. Да. Забавно. Всякие благодарности. Все девчонки написали, видимо, благодарности. Тут всё по-корейски, поэтому я ничего не понимаю, на самом деле. Контент продакшн. Кто это всё делал? Ставь джи вайпи. И, наконец, сам диск. Вот он. В самом конце. Потому что, ну, как бы музыку вы так можете послушать, правильно? Поэтому какой великий смысл в том, чтобы как-то на диск обращать внимание. Вот такой альбом. И что, опять же, касательно содержания. Что там было? Смотрите. Это у нас, на самом деле, наклейки. То есть, при большом желании, я девчонок могу вырезать. Ну, девчонки здесь, да. Целая группа, я их могу вот так вот отклеить. Куда-нибудь присобачить. Не присобачить, а просто приклеить. И все вот эти ю-ю-ю, логотип twice, они тоже все отклеиваются. Тоже можно куда-то приклеить. Я, разумеется, этого делать не буду. Затем у нас есть открытка с чаем. Открытка типа трёхмерная. Ну, не трёхмерная, а которая из-за учителя стоит. То есть, я не знаю, как это вводится на камере. Но вот когда вы под таким углом смотрите, то одна фотография, когда под другим углом смотрите, другая. Опять же, не знаю, как это на камере уловится и уловится ли вообще. Я предпочёл, опять же, дахён, но извините, так получилось. И, наконец, карточки. Карточка, опять же, здесь у нас 5 штук, простите. Это наён. Потрясающе. Это чонён. Тоже здорово. Это мина. Безусловно, супер. Это чён. И, наконец, наконец, мне всё-таки повезло. И у меня дахён. Ура! Дахён она становится в самый-самый центр. То есть, здесь нет цены. Но, ладно, как бы и так неплохо. Хотя бы дахён досталось. Могло и её не достаться. В общем, альбом это покупка альбомов корейских. Особенно, если не в полной какой-то комплектации. Покупаете это в некотором смысле лотерея. Лотерея. Но я не против, потому что это такой забавный тоже почти игровой элемент. Вот. Вот такое содержание. Не знаю, есть ли в этом хоть какая-то польза абсолютно в этих распаковках. Я даже не знаю, что на фон положить. Стоит и положить какую-то музыку, да? Или не стоит. Или стоит и положить так, чтобы она была супер-супер тихая. Я вот реально очень представляю. Но, тем не менее. Давайте я это всё положу вот сюда. Куда-нибудь середине, наверное, всё-таки. Например, вот сюда. Не беда. Да-да-да. Так. И так. Теперь-то всё можно уложить. И аккуратненько. Ой, Господи, подоправил. У меня даже всё повыпадало, потому что я здесь одну кассету задел. И аккуратно-аккуратно упаковать. Теперь главное, кстати, чтобы отсюда ничего не повылетало. Я даже удивлён на самом деле, что оно и не вылетело до этого. Потому что, в принципе, оно напрашивается, чтобы всё просто тю-тю-толпой вылетело. Ну, сделаем как-нибудь вот так. Вот. Обратно. И мы это дело положим на полку. Сколько у нас получился ролик? Давайте посмотрим. Ролик у нас получился примерно на 15 минут. Матерь Божья. 15 минут разглядывания фотографий twice. Ну, почему бы и нет контент, как как контент. В принципе, если без таких вот предисловий долгих, то может получиться 10-минутный ролик. И, по-моему, это нормально. Так чисто за компанию со мной что-то посмотреть. А на фон, чтобы не было скучно, вряд ли стоит класть. Хотя, почему не с этим? Можно включить как раз плейлист twice. Просто очень-очень тихо. Если YouTube на неё это заблокирует, на смысле лишить меня монетизации, то и не страшно. Я на неё всё равно не рассчитываю даже близко. Так что, наверное, я так и сделаю. Просто плейлист пущу полностью. Фэнси и всё остальное. Будет оно еле-еле тихо на фоне играть. Вот. Прокрасывших песен, мне кажется, хватит. Да. Всё. Спасибо, товарищи, за то, что вы меня посмотрели. Напишите в комментариях, всё ли нормально. Можно ли что улучшить. Ну, улучшить, сами поймите, в разумных пределах. Потому что, не знаю, сделать супер-классную убер-картинку сверху я вряд ли смогу. То есть, как получилось, так и получилось. И то хлеб, что, в принципе, она есть. А мне не приходится вот так вот всё делать. Да, в таком плане. Нормальный формат, что я болтаю за кадром, а показываю здесь, что есть. Ну, и, в общем, какие-то, если у вас есть, раз, предложения. Раз, предложения, они подразумевают, как небольшими силами добиться прям серьёзного улучшения качества контента. Скажем так. А не полностью его переделать. В общем, если кому-то интересно, пишите в комментариях. Если никому не интересно, не пишите. Я и так пойму, что это никому не интересно. Всё, всем спасибо, всем пока. Благодарю людей, которые меня поддерживают на Boosty. Благодаря, в частности, им, у меня есть возможность хоть что-то, какой-то дополнительный контент делать. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok